Я приветствую вас, возлюбленная Богословенная Церковь Иисуса Христа. Сегодня воскресенье в нашей Церкви снова богослужения. Приглашаем всех, помолимся. Наше богослужение начинается с хлебоприломления. Присоединяйтесь к нам всех, кто любит Господа нашего Иисуса Христа. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя, Господь, за день сегодняшний, воскресный, чудесный, солнечный. Слава Аллилуйя Тебе, Господь, за то, что Ты всегда с нами. И Ты так возлюбил нас, что отдал Сына Своего Единородного. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечно. И когда Ты преломил хлеб, Ты сказал, «Сию из тела Мое за Вас сломимое, ешьте это все». И взяв чашу, подал у Сын ученикам и сказал, «Сию из крови Моя нового завета за многих, изливаемое во оставление грехов, пейте это все». И Ты сказал, ешьте Мое плоть и пейте Мое кровь. Кто не будет есть плоти Сына человеческого, пить Его кровь, и тот не будет иметь в себе жизни. Ядущий Твое плоть и пьющий Твое кровь имеет жизнь вечную. Аллилуйя. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни, но в ней Божий пребывает на нем. Слава Тебе, Иисус, за то, что мы имеем эту вечную жизнь, и мы уже сейчас живем этой вечной жизнью здесь, на небесах. И Твоя благодать и Твоя милость изливаются на эту землю во имя Иисуса Христа. Мы прославляем и славим Тебя, наш драгоценный Агнис Божий, Иисус Христос, Сын Божий, что Твоя благодать и милость изливаются во имя Иисуса Христа, что Ты Царь, Царь и Любовь Богу, как Господь Госпостующий, Владыка Неба и Земли. Аллилуйя. И Твое Владычество да распространяется во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Твое Царство да будет и на земле, как на небесах. Сегодня открывайся нам еще больше во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Чтоб мы углубляли Твою любовь, принимали от Тебя всю Твою любовь, всю Твою милость, всю Твою благодать во имя Иисуса Христа. И ни капли не сомневаюсь в Твоей любви к нам во имя Иисуса Христа, что Ты всегда на нашей стороне. Если Бог за нас, то против нас. Если Бог Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Спасибо Тебе, Господь, что Ты даровал нам все во имя Иисуса Христа. Учи нас брать это все и пользоваться этим всем, что Ты нам дал. Во славу Бога и Отца во имя Господа Иисуса Христа, силы Духа Святого. Аминь. Давайте с Вами споем нашему Господу, нашему Возлюбленному Иисусу, нашему Жениху. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok И с надеждой, что ты не пройдешь мимо меня, любовь моя. Встану я полутру с одной мыслью вновь, И с надеждой, что ты не пройдешь мимо меня, любовь моя. Возлюбленная моя лучше всех, Возлюбленная моя лучше всех, Она словно лилия среди тернии. Возлюбленная моя лучше всех, Возлюбленная моя лучше всех, Она словно лилия среди тернии. Встану я полутру с одной мыслью вновь, Увидеть ее, и с надеждой, что она Не пройдет мимо тебя, любовь твоя. Встану я полутру с одной мыслью вновь, Увидеть ее, и с надеждой, что она Не пройдет мимо тебя, любовь твоя. Налевое слава Иисусу. Так, сегодня по традиции нашей Церкви мы учимся молиться по Слову Божьему И отождествлять Слово Божье лично с Собою. У нас на очереди стиль. Третья глава, с пятого по седьмой стиль. Давайте откроем. Вообще, мы упражняемся в том, чтобы учиться молиться по Слову Божьему, Мы отождествлять Слово Божье лично с Собою, Потому что, если мы отождествляем Слово Божье лично с Собою, То Слово Божье отождествляет нас лично с Собою. И вообще, это со всеми стихами Священного Писания Нужно делать те, что касаются нашего сердца, Те, что касаются нашего Духа. Должны применять по отношению к себе. Так, и тактик, третья глава, с пятого по седьмой стих. Ты спас меня не по делам праведности, Которую бы я сотворила, А по своей милости баню возрождения и обновления святым Духом, Который бы излил на меня обильно через Иисуса Христа, Спасителя моего, Чтобы, оправдавшись Твоей благодатью, Я по упованию садилась, Наследницей вечной жизни. Аминь. Слава Иисусу. Здесь конкретно, да, Апостол Павел пишет к Титу, Вот, о том, что Бог уже нас спас. Вот, что это уже свершившаяся истина, да, Что Он уже спас меня. Аллилуйя. И не потому, что я такая хорошая и праведная, Не потому, что я делала праведные дела, А просто потому, что я их сотворила, Эти праведные дела. И из-за этого Он меня спас. А спас Он по своей милости, да, Аллилуйя, Господи. И написано «Баню, возрождение, обновление Святым Духом». Тех, у кого есть Святой Дух, Те уже знают, да, что Бог их спас. И это было возрождение, Это было рождение свыше, Это была баня. То есть нас намыли, очистили, Осветили. Аллилуйя. Это была баня, возрождение. И я стала новым творением во Христе Иисусе. Ты стала новым творением во Христе Иисусе. Ты стал рождён свыше. От Небесного Отца, От того же Святого Духа, От которого был зачат Сын Божий Иисус Христос, Мессия, Спаситель. Ты от того же самого Святого Духа Был зачат и рождён Небесным Отцом. И это была баня возрождения и обновления. То есть Бог родил нас свыше, И Он нас обновил, То есть сделал новое творение во Христе Иисусе, Мы стали новым творением. И Библия говорит о том, Что древнее всё пришло, Теперь всё новое. Аминь. И написано в 6 стихе, Что Святого Духа Господь Извёл на нас обильно Через Иисуса Христа, Спасителя нашего. То есть есть много духов в этом мире, И всяких разных духов. И этот Дух Святой, Он изливается обильно Только через Иисуса Христа. То есть другого, Через другие пути Он не изливается, Только обильно изливается Через Иисуса Христа. Аминь. И это и есть благодать, Когда Бог изливает Святого Духа Обильно на тебя. Это и есть благодать. И оправдание. Моё, лично моё, Потому что Тебя должно волновать Лично твоё спасение. Вот, если ты уже спасён, Да, то ты и другие будешь заражать Этим спасением, Будешь спасать Вот, в своей жизни Просто, в естественном уровне. Оправдашись Его благодатью, То есть оправдашись Тем, что Бог излил Святого Духа обильно, Да, то, что Он тебя родил свыше, И сделал новое творение во Христе Иисусе. Вот. И мы по упованию Садивались наследниками Вечной жизни. То есть нужно уповать, да, Уповать. То есть если ты не на... Твоё сердце не направлено туда, Куда нужно, да, Упованию Богу Живому Не направлено, То наследство, как бы, Оно мимо тебя проходит, И всё. Но нам нужно научиться Фокусировать своё внимание На того, На кого нам нужно уповать, да, Чтобы это наследство Вечной жизни получить. Поэтому Братья и сёстры во Христе Иисусе Возлюбленные, Нам нужно фокусировать своё внимание На Боге, вот, Чтобы это наследство получить. И здесь написано По упованию. То есть нужно уповать. Вот. И потому что Как это получается, Ты уповаешь? Если Дух Святой На тебя обильно изливается, То Дух Святой, Который внутри тебя, Он начинает уповать на Бога, да, Потому что это сила, Которая внутри тебя, Она больше того, Той силы, Которая в этом мире, да, И поэтому Когда благодать Божия Изливается на тебя, Вот, Фокус обязательно Будет направлен на Бога, Потому что Сила эта, Которая внутри тебя, Она требует просто Славы Божьей. Вот. Она ищет Бога постоянно, Она ищет славы, чести, Бессмертия, Вот. Потому что Бог поселился Внутри тебя, И Он ищет себе подобного, Да, И Дух Святой, Он тот же Господь и Бог, Вот. И Он излился в наше сердце, Он живёт внутри нас, Он сделал наши тела храмом Святого Духа, Вот. Мы не свои. И Бог сделал нас, Наше тело, Да, Наше тело, Именно, Своим храмом, Своим домом. Аминь. И поэтому Дух Святой уповает, Он уповает для того, Чтобы мы стали Наследниками вечной жизни. Да. Вот раньше, Когда мы не знали Бога, Мы и не уповали, Мы ничего и не просили, И как бы Мы понимаем, Что Бог нам всё давал, Да. Но здесь говорится, Уповать на что? На что надо? Потому что мы жили суетной жизнью без Бога, Когда мы не знали Его, Иисуса Христа, Когда мы не знали Святого Духа, Не знали Небесного Отца. И когда мы узнали, Когда мы стали новым творением Во Христе Иисусе, И рождёнными свыше, То, Чтобы получить Это наследство вечной жизни, Нужно уповать. Уповать, понимаете? Вот. Потому что Бог И так даёт всем людям, Да. Всё, Ну, Вообще, Если так посмотреть, Судить, То даже неверующие, Они получают всё От Бога тоже. Вот. Им не надо молиться, Чтобы что-то получить, понимаете? А верующие к чему молятся? Потому что, Что нам вообще нужно просить вообще? Наследство вечной жизни. Понимаете? Наследство вечной жизни. Это другое совсем. То есть, Нам нужно гоняться Не за этими людьми вещами, За которыми гонятся люди, Потому что, Это как бы нам всё привозится. А именно наследство вечной жизни. Вот на что нужно уповать. Вот зачем нужно молиться? Вот. Для чего нужно молиться? Не для того, Чтобы вымолить всех кусок хлеба На пропитание, Да. А для того, Чтобы Наследствовать вечную жизнь. Вот. Что, Я вам уже говорила о том, Что манифестация Наследия вечной жизни. Иисус показал, Да. Когда превратил воду в вино, Когда он накормил Пять тысяч, Пять тысяч хлебами, Двумя рыбками. Это была манифестация Наследия вечной жизни. И Когда тебе не нужно Покупать лекарства, Ну, там, Дорогие, да, Чтобы исцелиться. А наследие вечной жизни Это божественное здоровье. И когда ты уповаешь, Когда Дух Святой уповает, Это ты получаешь наследство Вечной жизни. То есть получается, Кто-то получает исцеление, Да, Гоняя за мирскими вещами, А кто-то получает исцеление Благодаря тому, Что он уповает, И чтобы стать Наследником личной жизни. Аминь. Потому что в вечности Там нету боли, Нет болезни, Нет смерти, Нет ничего проклятого. Вот. И Когда ты уповаешь на это, Ты в это погружаешься. И ты это получаешь. Аминь. Я люблю это. Вот что, Вот почему У нас Бог спас, да? Ну, чтобы мы Не вели Это жалкие угрожили. Вот. Что ты вымаливаешь Постоянно. И прося у Бога Помилуй нас, помилуй нас. Потому что Бог нас во Христе Иисусе Уже помиловал. Делал моего творения Во Христе Иисусе. Возродил нас баню обновления Возрождение Святым Духом, да? И Он нас помиловал Не потому что Мы такие хорошие, Потому что Он нас Любит, да? Потому что Просто излил на нас Благодать и милость Просто полюбил нас, да? Влюбился в нас, да? И просто спас. Вот. И Не для того, Чтобы просто Спасить, бросить, да? А спас, Чтобы Ты Познакомился С самим Богом, Во-первых, да? С Творцом своим, да? С Своим Создателем, да? С Своим Отцом Небесным, С Своим Братом, С Своим Спасителем, С Целителем, С Свободителем, С Своим Диспечителем И так далее. Вот. Своим Своей Любовью, да? Смыслом Своей Жизни, вот. Чтобы Ты Познакомился С Ним вообще И И Получил всё, Что Бог Тебе хочет дать. Аминь. Бог желает Даровать нам Наследство, да? Потому что Мы По Новому Завету Являемся Детьми Божьими, Его Наследников, Божьими Божьими Наследниками, Самоследниками Иисуса Христа. Мы богаты, Сказочно богаты. Аллилуйя. Слава Иисусу. Богаты так же, Как наш Небесный Отец, Потому что Мы Его Дети. Аллилуйя. Нам нужно в это верить, да? Вот. Уповать Для того, Чтобы быть Наследником Вечной Жизни. Мы и так Наследники Вечной Жизни. Нам просто нужно Как-то сделать Фокус, да? Направить Фокус именно Куда-куда нужно, Чтобы Бог Чтобы была Обратная связь У нас с Богом. Потому что Если Бог Направлен на тебя, А ты нет, То есть Какой смысл Бог на тебя Изливать, Если ты Не направлен на Него, да? Бог желает, Чтобы мы Благодарили Его, Чтобы была Обратная связь С Господом, да? Хотя Бог Изливает На нас Все равно Даже на тех, Кто Его ненавидит, Он все равно Их любит. Вот. Но Как бы Обратной связи У них нету. А мы хотим, да? Чтобы у нас были Личные отношения С Господом, да? И чтобы у нас Были классные Личные отношения С Господом, да? Близкие отношения С Господом, Аллилуйя. Романтические, Интимные. Вот. Чем Ты ближе к Богу, Ты на короткой ноге С Богом, да? Ты будешь Ощущать себя Всегда в безопасности, Ты всегда будешь Ощущать Вот. Покровительство Бога над собой, Вот. Ты не будешь Переживать, Если же какая-то Проблема там наступит, Ты знаешь, Что Бог позаботится О тебе. Аллилуйя. И ты, И Бог никогда Не опоздает, Бог всегда Придет вовремя, И, Потому что Твой фокус Направлен на Него. Аллилуйя. Аллилуйя. И тем самым Прославляется Наш Бог Ивесный Отец, Аллилуйя. И Он славит Тех, Кого Он избрал. Бог. И нам Он славы Не даст, А вот нам Он дает славу, Да? Он прославляет Тех, Кто прославляет Его. Аллилуйя. Слава Иисусу. Потому что Мы с вами По упованию Вечной жизни Ищем славы, Чести и Бессмертия. Аминь. И мы ее уже Нашли Во Христе Иисусе. Мы уже имеем Эту славу, Мы имеем Эту честь, Мы имеем Это бессмертие, Да? Вообще честь Честь быть Богу, Честь быть Его женой, Честь быть Его невестой, Честь быть Его избранной, Избранным сосудом, Да? Благопотребным, Владыкиным, Всякое доброе дело. Аллилуйя. Ну давайте С вами начнем Уже Размышлять Над Словом Божьим Откроем Священное Писание Римлянам 9.16 Римлянам 9.16 Римлянам 9.16 Так Итак, Помилование зависит Не от желающего И не от подвязающего, Но от Бога милующего. Аминь. Аллилуйя, Слава Божьим. То есть когда Человек просит Помилуй, 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 помилуй меня, Господь, И он думает, Что от того, Что он просит Помилуй, помилуй, помилуй меня, Господь, Господь должен его помиловать. Вот. Но на самом деле Библия говорит о том, Что помилование Зависит не от того, Что ты просишь Помилуй, помилуй, Меня Господь, да, вот, зависит от Бога, помилует Он тебя или не помилует Он тебя. Вообще, зная Бога, да, когда человек просит, помилуй, вот, Меня Господь, если ты, будучи грешником, да, просишь о том, чтобы Бог тебя помиловал, конечно, Бог тебя помилует, и Он милует сразу, вот, и навсегда. И ты становишься помилованным навсегда. И тебе не надо просить каждый раз, помилуй Меня Господь, потому что это уже не вера, вот, это уже религия. Вот, а мы верующие в Иисуса Христа. Если ты уверовал в Иисуса Христа, то ты уже веришь, что Бог тебя помиловал навсегда. Аминь. Ты помилованный, ты на стороне тех, кого Бог помиловал, вот. И Бог захотел тебя помиловать, и Он тебя помиловал. Вот, например, да, как это, можно еще привести пример, например, на людях, да, когда кто-то обидел другого, вот, и он просит прощения у него. Но зависит, да, простит этот человек его или нет, не от того, кто попросит прощения, но от того, кого он обидел, простит он его или нет. Вот, но вообще с людьми так бывает, да, что они могут простить, а могут и не простить. А с Богом так не бывает. Вот, я думаю, что Бог всегда помилует и Бог всегда простит. Вот, и поэтому, если ты грешник, да, нечестивый, если ты еще не знаешь Иисуса, вот, и ты не стал новым творением во Христе Иисусе, у тебя Бог не издал святого Духа и Билли. Вот, ты не стал новым творением во Христе Иисусе, ты не рожденный свыше, ты не ребенок Небесного Отца, вот, вот, у тебя нет наследства, просто грешник, несчастный грешник, который идешь в ад, вот, то у тебя всегда, сейчас у тебя есть шанс прямо сейчас и принять Иисуса председателем Господом и Спасителем. Воззови к Нему, призови имя Господне, и ты же спасешься. Ту же самую секунду. Аллилуйя, Бог тебя спасет. Когда ты направляешь свой фокус, да, на вечную жизнь, вечная жизнь тебе отвечает взаимно, всегда так, потому что Бог, Он никогда не проходит мимо, да, когда человек хочет покаяться. И покаяние тоже. Покаяться можно только один раз в жизни. Я уже говорила об этом. Покаяться можно только один раз в жизни, когда ты принимаешь Христа своим Спасителем и Господом. В тот момент ты произошел твое покаяние. Покаяние — это перемена ума. То есть с этого момента ты понимаешь, что осознаешь покровительство Бога своей жизнью. Аллилуйя. Ты признаешь, что есть Бог, и что Бог на твоей стороне всегда. И Бог тебя спас уже. И помиловал, как мы размышляли уже в самом начале богослужения, что Бог нас помиловал не по делам твоей праведности, а просто потому, что Он так захотел тебя помиловать. И Библия говорит о том, что Бог всех заключил вне послушания, чтобы всех помиловать. Такова премудрость Божья. Аллилуйя. И нет ни одного человека праведного. Все согрешили и лишены славы Божьей. Но к тебе это уже не относится, потому что если ты перешел уже в Царство Небесное, через Иисуса Христа, перешел из Царства Тьмы в Царство Возлюбленного Сына Божьего, то к тебе уже не относятся эти стихи Священного Писания, все согрешили и лишены славы Божьей. Потому что ты уже относишься к другую категорию людей, которых уже Бог помиловал. И они уже не лишены славы Божьей. То есть Бог даровал вам свою славу, свою честь, свою бессмертие, вечную жизнь в Сыне и в Иисусе Христе. Аллилуйя. Слава Господу. Здесь имеется в виду, что если даже человек считает по мерзким меркам себя хорошим человеком, то Бог так не считает. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Праведность, она даже если ты праведный человек, хороший, добрый и так далее, но не верующий в Иисус. Библия говорит о том, что ваша праведность – как запачканная одежда. И в такой одежде все равно ты не дотягиваешь до праведности Божьей, не войдешься в Царство Небесное. Там очень высокие требования Бога, чтобы войти в Царство Небесное. Нужно усилия прилагать для того, чтобы достигнуть этого Царства. Но даже вот богатый юноша, который все заповеди исполнял, все он исполнял, подошел к Иисусу и сказал, что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь. Иисус ему сказал, иди исполняй заповеди. Он говорит, а это я от юности, мы все заповеди исполняем. Он говорит, ну хорошо, тогда иди продай все, что ты имеешь, и следуй за мной. Раздай нищему, иди следуй за мной. И будешь наследовать вечную жизнь. Юноша отошел к нему с печали. Понимаете, он был праведный, хороший человек. Все заповеди исполнял. И поэтому Бог его благословил. Он такой успешный, богатый. Но наследовать вечную жизнь он не может. Понимаете? Потому что его упование, он уповает на свое богатство, а не на Бога. Вот чем мы и отличаемся. Вот с вами те, кто во Христе, и те, кто вне Христа. И мы с вами во Христе. Аллилуйя. Во Христе. Поэтому мы с вами имеем славу, честь бессмертия. Аллилуйя. И те, кто по другую сторону, они этой славы, чести бессмертия не имеют. А там есть ярость гнет. И не устройствует, что он подбирает. Там людей нет. Короче, Христа. Вот. И поэтому спешите. Спешите, да. Спешите. Спешите, да. Прилепиться к Иисусу. Аминь. И Бог всегда, Он никогда, Он говорит, придите ко мне все тружесущиеся и обремененные, и я успокою вас. И приходящих ко мне не изгоню вон. То есть нет такой человек, которому Бог бы сказал, а тебя помилуй, вот тебя не помилуй. И там так никогда не скажет. Вот. Он всегда помилит тебя. Аминь. Слава Иисусу. Так. Ну что, давайте с вами споем. Благодарю я Господу. От Бога. Так. Я слава тебе, Иисусу. Не от подвязающего и не отжелающего, Но от Бога, милующего, спасение мое. Не от подвязающего и не отжелающего, Но от Бога, милующего, спасение мое. Все от тебя, все от тебя. И те слова, Помилуй, они исходят от тебя, 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 Тебя. Из уст моих Течет твой сон, Не от подвязающего и не отжелающего, Но от Бога, милующего, спасение мое. От Бога, милующего, спасение мое. От Бога, милующего, спасение мое. От Бога, от Бога. От Бога. От Бога. От Бога. Слава Тебе, наш Господь, слава Тебе, наш Иисус. Давайте дальше продолжим размышлять. Деяние 17.28, Деяние апостола 17.28. Деяние апостола 17.28. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Аминь. То есть мы Богом живем и движемся и существуем. Аллилуйя. Слава Господу. Но здесь Деяние апостола говорится о том, как Павел пришел проповедовать к Афинянам. У них было очень много богов всяких разных, всяких идолов, множество. И был один памятник неведомому Богу. И апостол Павел такой хитрый, короче, говорит, вот у вас памятник неведомому Богу. Это вот и есть этот Творец, наш Небесный Отец, который послал своего сына и так далее. Начал, в общем, проповедовать им и сказал, что этот Бог, которому мы служим, он вообще не требует служения рук человеческих. Потому что он сам всему дает жизни. И вот в чем заключается Новый Завет Иисуса Христа. Потому что обычно люди хотят Богу что-то сделать, что-то угодить ему, что-то ему. А Богу как угодить можно? Без веры Богу угодить невозможно. Если ты будешь жить в религиозной жизни, ты Богу этим не угодишь. Нужно верить в то, о чем мы с вами говорили. Нужно верить, что Бог тебя любит. Нужно верить, что Он тебя спас. Нужно верить, что Он тебя помиловал. Нужно верить, что ты уже перешел из Церкви Своих в Церкви Возлюбленного Сына Своего. Вот так ты Богу угодишь. Аллилуйя. Потому что Бог тебе все дает, а не ты Ему. Аллилуйя. И Бог хочет, чтобы мы Его искали. Чтобы мы искали. И Он к нам близко. На расстоянии ближе нашего дыхания. Близко к тебе Слово Мое, которое проповедует. Ты просто сказал Слово. Иисус, спаси меня. И все, ты уже спасен. Аллилуйя. Тут ничего сложного нет. Понимаете? Просто нужно уповать. Сфокусировать свое внимание на Христе Иисусе. Поверить, что Он умер именно за тебя. Что кровь Его пролилась именно за тебя. И веруя в Сына Божий, ты получаешь вечную жизнь. Уже ее сейчас имеешь. Не когда-то потом. Понимаете? А сейчас уже торчишь. В эту же секунду ты имеешь вечную жизнь. Аллилуйя. И ты соприкасаешься уже. Имеешь обратную связь с Богом. Наслаждаешься Его присутствием. Аллилуйя. Ты познакомился с Иисусом в этот момент. Аллилуйя. Бог увидел, что ты направил свой фокус на Него. Аллилуйя. Кто избирает Бога, того Он избирает. Аллилуйя. Он всегда избирает тех, кто Его избирает. Аллилуйя. Он не говорит, что ты меня избрал. Извините, подвиньтесь. Я тебя не выбираю. Все равно. Это в меру только. Ты можешь там. Тебя могут отвергнуть. Если ты там кого-то полюбил. Или влюбился в кого-то. Тебя могут сказать. Извини, подвинься. Ты не в моем вкусе. Бог так не скажет. Если ты приходишь к Нему, Он скажет тебе. Он всегда-всегда изберет. Если ты просишь Его. Я к тебе пришел. Господи, полюби меня. И все. Бог всегда тебе ответит взаимностью. Он всегда тебя принял. Аллилуйя. И Он тебя высоко ставит. На уровень. На равне с собой. Аллилуйя. То, что Иисус Христос, Он не почитал себя равным Богу. Ой, в смысле не почитал воровством и хищением быть равным Богу. Вот. И так же и мы должны. Вот. Не почитать это воровством и хищением быть равными Богу. Вот. Потому что Бог именно этого добивался, когда умирал за нас. Да. Чтобы мы стали с Ним одно целое. Мы Христос одно. Мы и Отец одно. Аминь. Мы кость от кости его, плоть от плоти его. Аллилуйя. Так говорит Священное Писание. Так. Ибо мы им живем и движемся и существуем. Аллилуйя. Все люди на планете Земля Богом живут и движутся им. И существуют. Все вокруг. Вообще. Именно Богом. Потому что он есть жизнь. Аллилуйя. Без Бога не было бы вообще никакой жизни, никакого движения, никакого существования. Какое-то что в ней сущие. Аллилуйя. Начало сущие. Все, что сущие. Оно все. Мы с вами тоже сущие на небесах. Как и наш Бог Небесный Отец. Мы с вами сущие на небесах. Мы сейчас уже сущие на небесах. Аллилуйя. Мыслите о себе так. Аллилуйя. Слава Господу. Так, дальше идем. 2 Петра 1,21. 2 Петра 1,21. 2 Петра 1,21. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божи человеки, будучи движимы Духом Святым. Аминь. Слава Иисусу. То есть не все, да? Не все, что ты говоришь, может быть пророчеством. Но когда ты движим святым Духом, это может быть пророчеством. Почему? Опасно не то, чтобы говорить в своей жизни какие-то плохие негативные вещи, да? Потому что движим святым Духом. Потому что тебе живет та сила, которая воскресила Иисуса Христа из мёртвых. Это неверующие могут болтать всё, что им вздумается. Потому что их слова не имеют силы, да? Даже их слова, которые имеют силу. Даже если их слова имеют силу, то... Но твои слова, которые говоришь ты, человек Божий, движимы святым Духом, твои слова имеют силу. То, что ты говоришь, оно исполнится во имя Иисуса Христа. И вот это вот то, что в соответствии с волей Божьей, да? Потому что если ты пророчествуешь, да, святым Духом, то это слово Божье, оно непременно исполнится во имя Иисуса Христа. Потому что сила, которая в тебя, она больше, то сила, которая в этом мире. Даже если кто-то будет против говорить этого пророчества. Но то пророчество, которое ты говоришь, то слово, которое ты изрекаешь, будучи движим святым Духом, оно сильнее. Аминь. Слава Иисусу! Слава Господу! Вот 20 стих говорит, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой. То есть как человек, обыкновенный человек, без Бога, да, если ты без Бога, да, без Христа, то ты сам собою не можешь разрешить пророчество. Вот. И 21 стих говорит, никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. То есть если ты как человек, да, хочешь просто, чтобы это, то, что ты сказал, исполнилось, это, 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 это и есть, когда ты сам собою, как хочешь разрешить, да, разрешить пророчество сам собой. А именно, когда ты движим святым Духом, вот, когда ты святой Божий человек, вот, святые Божьи человеки, написано, святые Божьи человеки, вот, поэтому то, о чем мы говорим с самого начала, да, если ты святой Божий человек, вот, поэтому, когда ты что-то изрекаешь из своих уст, вот, оно имеет силу. Аллилуйя. А просто человеки, да, которые, да, которые не рождённые свыше, не обновлённые святым Духом, они не могут разрешить это пророчество. Вот. Но ты можешь разрешить это пророчество, будучи движим святым Духом. То есть ты, это обязательно исполнилось, то, что ты сказал. Что в моей жизни тоже были, мне там пророчествовали, но это пророчество не исполнилось, потому что это просто человек захотел. Понимаете? Это было, это недвижимый святым Духом было произнесено. Просто человек по человеческой воле, по человеческой воле. Вот. Вот, например, ранами Иисусом мы исцелились. Это пророчество уже было сказано пророком Исайи, да, вот, что ранами Иисуса Христа мы исцелились. Это пророчество, оно обязательно исполняется. Вот. Когда ты, человек Божий, произносишь его, будучи движим святым Духом. Аминь. Оно обязательно исполняется. Аллилуйя. Слава Господу. Или вот то, что Бог нас спас. Аллилуйя. Потому что колдуны, волшебники, гадатели, они могут там всё перевернуть, знаете, вот, свои желания там наколдовать, там, то, что Богу не угодно вообще. Вот. Сказать там, своровать эту энергию, которая Богу принадлежит, да, и направить её в какое-то другое. На русло, чтобы делать злые дела, да, почему Богу и противно. Это колдовство, волшебство, ворожба, там, и так далее. И для Него это всё противно. А именно Бог желает, чтобы по Его воле всё исполнялось. И вот, если ты человек Божий, по пророчеству, что обязательно исполнится это слово, которое ты изрёк, будучи ближе к Святым Духу, Божий, Святой Человек. Аминь. Тем более, когда ты Бог, когда ты Христос от НО, когда мы и Отец от НО. Аллилуй. Плава Иисусу. Давайте с вами споём. По тобою двигаюсь. Споём с вами. Споём с вами. Споём с вами. И движутся тобой, о, Боже мой. Если б не было тебя, не было бы ничего. Если б не было бы ничего, ты был бы всё равно источник всего. Бог, 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 Бог. Если б не было тебя, не было бы ничего. Если б не было бы ничего, ты был бы всё равно источник всего. Бог, 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 Бог. Если б не было тебя, Не было бы ничего. Если б не было бы ничего, Если б не было бы ничего, ты был бы всё равно источник всего. Бог, 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 Бог. Давайте, наверное, на сегодня уже закончим, да? Наши размышления над Словом Божьим. Самый главный мысль я сказала о том, да, что Бог нас уже помиловал, что Бог нас уже спас, что Он нас уже перевёл в царство. Поэтому, понимаете, мы писали в царство, вазу любяного Сына Божьего. Вот. И просто потому, что излило нас обильно своего Святого Духа через своего Сына Иисуса Христа. И нам не нужно прилагать этих усилий, которые прилагали люди до того, как пришёл Спаситель, Мессия, Иисус Христос, Сын Божий. Когда нужно было силу Царства Божьего достигать. Были очень высокие требования для того, чтобы достигнуть этого Царства Небесного, да? Достигнуть этой вечной жизни. Нужно было очень много усилий прилагать. Но сейчас нам нужно просто верить. Аллилуйя. И Богу это нравится, когда Он просто верит на Его. Простите, Он помолится за пожертвования, беседины, приношения. Аллилуйя. Слава Тебе, Иисус. За материальное обеспечение нашей жизни. Только материальное обеспечение. Вообще во всех сферах нашей жизни Ты обеспечиваешь нас. Аллилуйя. Слава Тебе, Иисус. Ты о нас заботишься. Ты нас греешь и питаешь. Аллилуйя. Ибо никто не имеет ненависти к своей путь. Он обитает и греет ее, как и Господь Церковь. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь, за все, что Ты даешь. Что Ты такой щедрый, что Ты такой милостивый. Что Ты желаешь нам счастья больше, чем мы сами себе желаем, Господь. Потому что Ты любишь нас. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь, за наследство вечной жизни. Аллилуйя. Что Ты направил наш фокус на то, чтобы мы уповали на Тебя и соделались наследниками вечной жизни. Аллилуйя. Что Ты нас спас и по делам нашей правильности, но по своей милости, баню, обновления и возрождения Святым Духом, Который воединил на нас обидно через Святого Христа. Чтобы, оправдашись Твоей благодатью, но по упованию, соделались наследниками вечной жизнью. Аллилуйя. Спасибо Тебе за все ресурсы вечной жизни, за сверхъестественное обеспечение и за естественное обеспечение во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, что мы никому ничего не должны, кроме взаимной любви. Аллилуйя. Что мы богаты на всякое доброе дело, имея всякое удовольствие. Аллилуйя. Что Ты, что мы уповаем на богатство неверное, на Бога живого, дающего нам все обидно для наслаждения во имя Иисуса Христа. Что Ты, Бог, восполняешь всякую нашу нужду по богатству Своему, в славе Христом Иисусом. Ты, Эль-Шадай, многодруги, у Тебя для всех благословений. Аллилуйя. Слава Тебе, Иисус. Аллилуйя. Ты издеваешь Святого Духа на эту землю во имя Иисуса Христа. Издеваешь свою благодать и милость на всех людей. Господь Иисус. Аллилуйя. И те, кто отвлекается и имеет обратную связь с Тобой, Господь, Ты, их особенным образом отмечаешь, используешь, во славу Твою, Господь, во имя Иисуса Христа. И пусть все, что Ты нам даешь, будет во славу нашего Бога Отца. Твоя имя Господа, наш Иисуса Христа. Всего Святого Духа. Аллилуйя. Расслабляйся. Пусть Владычество Царства Небесного распространяется во всей Вселенной через нашу Церковь во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Пускай этот человек направит свой фокус на Тебя, на Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Получит дар вечной жизни во имя Иисуса Христа. И узнает Святого Духа. Аллилуйя. Примет Святого Духа, уверовавший во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Чтобы быть использованным Тобой во имя Иисуса Христа. Чтобы этот мир стал чище во имя Иисуса Христа. Чтобы в этом мире было жить людям, имея надежду благую во благодати во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Помоги осознавать нам, что мы богаты во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Что мы уже сейчас находимся на небесах во Христе Иисусе. И посадил нас уже на престоле, где мы царствуем. Потому что мы царственное священство, святой народ, взяты в удел Бога, дабы возвещать совершенство, призвавшего нас в чудный свой свет. Аллилуйя. Бог есть свет. Нет в нем никакой тьмы. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть любовь. Аллилуйя. И мы приняли эту любовь от Тебя, Господь. Любовь не в том, что мы возлюбили Тебя, а в том, что Ты возлюбил нас и предал Себя за нас. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. И так возлюбил нас Ты. Если Ты Бог за нас, то кто против нас? Если Ты Бог Сына Своего, Иисуса Христа, не пощадил, но предал Его за всех нас. Как с Ним не даруешь нам всего. Я благодарю Тебя, что Ты подарил нам все. И мы желаем Господь во имя Иисуса Христа, чтобы об этом узнали все люди. Как можно больше людей узнали о Тебе во имя Иисуса Христа. Чтобы как можно больше людей узнали, что Ты их любишь во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И ответили Тебе взаимностью. Имели с Тобой обратную связь. Имели с Тобой личные отношения. Для Того существует наша Церковь. И движется Тобой, и существует, и живет. Чтобы каждый был спасен. И каждый человек достиг познания истины. Потому что Ты, Господь, этого хочешь. Во имя Иисуса Христа. И будучи движимым и святым духом. Провосглашая Твоим имя Иисуса Христа. Пусть воля Твоя исполнится. Пусть Твоем желании исполнится. Земля наполнится ведением Господа. Как воды наполняют моря. Во имя Иисуса Христа. И не будет учить каждый ближнего своего. И каждый брата своего познай Господа. Ибо все от малого до великого будут знать Тебя. Во имя Иисуса Христа. И это исполнится во имя Иисуса Христа. Это уже сейчас исполнилось. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Ты, Владыка неба и земли. Ты, Царство Иисус. И что влияние распространяется по всей Вселенной во имя Иисуса. Я провозглашаю, что мой город и центр Твоей премудрости, красоты. Твое великолепие, величие во имя Иисуса Христа. Твоей славы во имя Иисуса. Город золотой во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Что ничто нечистое не войдет в мой город Шахтер, с которым я живу во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И в каждой квартире церковь во имя Иисуса Христа, в каждой квартире, в каждом доме, на каждом предприятии, на рабочих местах во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю, что Ты Иисус Господь, Иисус Иисус Царь во имя Иисуса Христа. И нет власти выше Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Провозглашаю материальное, духовное, моральное Твое процветание моего гордого, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Пусть Твоя слава распространяется на территории всей России во имя Иисуса Христа, через нашу церковь, во все страны во имя Иисуса Христа. Пусть распространяется во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Пусть распространяется Твоё спасение, исцеление, освобождение, искупление, непление, бессмертие, благословение во имя Иисуса, освящение, Аллилуйя, вера в Тебя, в Живого Бога, воскрившего из мёртвых, живого во веки веков, во имя Иисуса Христа. И мы имеем с Тобой уже отношение, уже сейчас, Аллилуйя, благословение во имя Иисуса Христа, Аллилуйя, все идолы исчезли совсем, я провозглашаю во имя Иисуса Христа, и все, кто имеет своих деревянных, серебряных, золотых идолов, он их выкинет, как мусор во имя Иисуса Христа, Аллилуйя, потому что пришло Царство Небесное, во имя Иисуса пришло Царство Божие, во имя Иисуса Христа, Царство Иисус, Царство Иисус, во имя Иисуса Христа, Аллилуйя, Царство Иисус в наших жизнях, Царство Иисус во всех сферах, во имя Иисуса Христа, в политике, во имя Иисуса, в творчестве, во имя Иисуса, в кинематографе, во имя Иисуса, во всех, Господь, сферах нашей жизни, царство Иисус, своими Иисусом Христа. Ты царь, ты владыка, небо и земли. Дьявол, он уже под нашими ногами, он давным-давно не имеет над людьми никакой власти. Он позволяет, люди сами позволяют ему действовать в его жизни, не зная тебя. Поэтому чем больше мы познаем тебя, тем дальше мы от этой лжи во имя Иисуса Христа. Дьявол не имеет в тебе во Христе ничего во имя Иисуса Христа. Ты сам сказал Господь, что дьявол не имеет в тебе ничего во имя Иисуса Христа. Мы в тебе, Господи. Аллилуйя, слава тебе, Иисус, что мы в тебе во имя Иисуса Христа. И дьявол не имеет у нас ничего, у Иисуса Христа. Аллилуйя. Он не имеет над нами никакой власти, никакой силы, не имеет права вообще приходить и что-то делать в нашей жизни. Мы только разрушаем его дела здесь. Здесь, когда мы с высоты престола на небеса, царством и владычеством, чтобы здесь на земле было так же, как на небе во имя Иисуса Христа. Аминь. Когда люди просят, когда люди молят во имя Иисуса Христа. И когда они обращают свой взор на небо во имя Иисуса Христа. И ты приходишь со тьмами святых во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Всадник на белом коне, которому имя Слово Божье во имя Иисуса Христа. С тьмами святых приходишь во имя Иисуса. Чтобы разрушить здесь дела дьявола во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Чтобы не было ему здесь места, чтобы не было места ему в разумах людей, в сердцах, в душах, в телах во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Наполняй Господь все собою во имя Иисуса. Сердца людей, души людей, тела людей во имя Иисуса. Их дома во имя Иисуса, все стяжания и богатства людей я посвящаю Тебе во имя Иисуса Христа. Все будет служить во славу Бога и Отца во имя Господа Иисуса Христа. Благодарю и славу Тебя, Господь, имеющий уши дослышать, что Дух говорит Сырква, побеждающий наследует все. И буду Ему Отцом, и Он будет мне Сыном во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте с вами помолимся, Отче наш. И на этом закончим наше сегодняшнее богослужение официальное. Но я с вами не прощаюсь, потому что наша Церковь Иисуса Христа, она служит Богу круглосуточно, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, так же, как и наш Небесный Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да пришло в Царство Твое, да есть воля Твоей на земле, как на небесах. Хлеб нашим сущный дал нам на сей день и просил нам долги наши, как и мы просили должникам наши. И не вёл нас в свое искушение, но избавил нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь. Продолжение следует...